Здравствуйте! Из педагогического. У детей нет ни прошлого, ни будущего. Зато, в отличие от нас, взрослых, они умеют пользоваться настоящим. О детях, настоящих которых украла война, в самой народной программе Новгородского областного телевидения. В программе «Соседи». Проведем ее мы. Владимир Ирмошин и Екатерина Иванова. Добрый вечер. Сегодня у «Соседей». Какой помнит Великую Отечественную дети войны? Бежали солдатам на фронт. Носки, рукавицы. Мы укладывали туда записки и всех называли папой. И какая поддержка им нужна сегодня? Чтобы нас обратили внимание. Поддержали. Да. Нас поддержали. А еще сегодня в гостях у «Соседей» депутат областной думы фракции КПРФ Ольга Ефимова и председатель Новгородского отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны» Жанна Шитова. Добрый вечер. Рада видеть вас сегодня в студии «Соседей». Здравствуйте. Добрый вечер. Ну что, Жанна, вот вы возглавляете Новгородское отделение Общероссийской общественной организации «Дети войны». Объясните нам, что это за организация и чем она занимается? Здравствуйте. Еще раз. Региональное отделение Общероссийская общественная организация, она имеет в виду несколько регионов. Наша организация региональная, и нашей основной деятельностью является поддержание жизни «Детей войны». Это тех граждан России, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны. Правильно? Да, это те дети, которые на период окончания Великой Отечественной войны не имели еще 18 лет. Много ли у нас в области таких? В области около 61 тысячи. О, много. Достаточно много. Каким образом вы их поддерживаете? Поддержка разная. В основном это социального характера. То есть это то, с чем люди сталкиваются с проблемами в жизни. И жилищные, и социальные, и юридические, и финансовые. Всевозможные. Потому что информация сейчас рассеяна. Найти ее достаточно сложно. Не все владеют интернетом. Далеко не все даже телефоном владеют. Поэтому в первую очередь, конечно, мы им предлагаем обращаться к нам. Чтобы дальше сориентировать, куда, где найти помощь, где ее получить быстрее. А подскажите, почему именно этой категории нужна поддержка? Понятно, что война, страшные годы. Ведь по большей части это сиротское детство. Родители многих не вернулись с войны. Окупы, партизаны, партизанские отряды. Многие воевали из них, да? Из детей войны немногие воевали. Кто-то поддерживали, я имею в виду, пусть не в открытую, на фронте, но это работа в тылу. Это поддержка партизанского движения. Да. Период оккупации, эвакуации. То есть это вот дети пережили этот период. Когда им нужно было или эвакуироваться куда-то в другие районы, и там тоже испытывать какой-то недостаток и в пище, и в жилье. Многие лишились родителей, детдома. Период войны – это тяжелое детство. Когда дети войны вспоминают свое детство, о том, как оно прошло, невозможно сдержать слез. Это не получилось и у съемочной группы нашей программы. Когда началась война, у меня не было еще пяти. Папа ушел в добровольцы. Помню я, мы в семь лет картошку сушили на войну. Мама там работала. И мы ей помогали. Я уже чистила и резала картофель. Истирала, теребила шерсть, которую вязали солдатам на фронт. Носки, рукавицы. Мы укладывали туда записки. И всех называли папами. Выходили за город, собирали мерзлую картошку, пекли так называемые тошнотики. Ну, сейчас, конечно, даже не представить, что это такое. Потому что сейчас таких зим нет по 30 градусов. В школу пошли. Все дети, собственно, были раздетые. Все щеки у всех были практически черные. Потому что зима такая, одеть нечего. В их жизни было все. Радость, печаль, горе, страх, счастье, победы. Тогда практически беспомощные и слабые дети смогли выжить. После посвятив многие годы восстановлению страны из руин. Но даже спустя десятилетия они до сих пор остаются такими же беспомощными. Для того, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, три года назад в Новгородской области было создано региональное отделение общественной организации «Дети войны». В Новгородской области проживает около 30 тысяч граждан, принадлежащих к этой категории. Практически в каждом районе есть местное отделение организации. Здесь можно пройти регистрацию и стать полноправным участником. У нас активистов семь человек. Примерно мы здесь уже три года. Занимаемся регистрацией «Дети войны». Приходят люди сюда. И, конечно, пишем открытые, поздравляем с юбилеем «Детей войны». Вот наша вот такая деятельность здесь. Мы ходим, конечно, на все митинги там праздничные, чтобы нас обратили внимание. Да, нас поддержали. Добиваемся каких-то льгот, но ничего пока не получается. Надо, чтобы на нас обратили внимание выше. Несколько лет назад КПРФ выступила с инициативой принятия закона, касающегося прав людей, принадлежащих к категории «Дети войны». Проект уже существует как на федеральном, так и на областном уровне. В случае его реализации он позволит детям войны иметь социальные льготы. Кроме того, внутри организации разработана социальная программа под названием «Добрый». Планируется, что в ней примут участие волонтеры и предприятия области. Сами «Дети войны» принимают во всех организационных вопросах непосредственное участие. Каким-то образом помогать нашему поколению, пенсионеру. Пенсии, вы знаете, что у нас небольшие. И так вот между собой. Даже вот то общение, которое у нас находится, можно просто позабедовать. Мы очень все дружные, очень друг друга уважаем. И для того, чтобы, собственно, и дома не сидеть и не киснуть. Все-таки ты что-то делаешь, может быть, какая-то частенька твоего труда идет на пользу всем. В этот день самым активным вручили памятные медали. А спонсоры для «Детей войны» подготовили подарки. Вообще здесь всегда царит теплая и дружеская атмосфера. Дети войны вместе принимают участие в городских мероприятиях. Ходят на митинги, устраивают собрания. Не обязательно по торжественным поводам или важным вопросам. А просто так. Посидеть, пообщаться, спеть любимые песни. И запомни, сынок, золотые слова. Золотые слова, хлеб всему голова. Я вступила недавно. Но мне здесь так понравилась поддержка. И успокоение какое-то, занять какие-то будут развлечения. Потому что так скучно дома сидеть. Чем-то заняться полезно. Кому-то сделать полезное и сам получишь. Я влела друзей, которые поддерживают, понимают нас. Золотые слова, хлеб всему голова. Соседи Юлия Трыгина, Петр Самусов. Новгородское областное телевидение. Ну вот вы посмотрели сюжет, Жанна. Что добавите? Как часто подобные встречи происходят? Вы знаете, встречи у нас каждую пятницу. Люди приходят с разными вопросами. Даже молодые семьи приходят. Конечно, встречи какого характера? Это по жилищно-коммунальному хозяйству чаще всего. Ну и, конечно, по социальному обеспечению. Многие из них нуждаются в поддержке. Вплоть до питания. Потому что пенсии на сегодняшний день у многих маленькие. В среднем 7-8 тысяч в районах. А бывает и меньше. Поэтому прожить, и большую часть уходит, конечно, на коммуналку. Прожить на такие деньги очень тяжело. Поэтому вся наша нынешняя деятельность, она нацелена на то, чтобы изыскивать такие возможности, которые существуют в современном, в нашей жизни, но и помогать им в индивидуальном порядке порой. А скажите, вот вы говорите о том, что вы помогаете в индивидуальном порядке. А есть ли какое-то системное решение, закон, который объединяет в одну группу льготников этих детей войны? Эти люди могли бы на вполне законном основании иметь какие-то льготы дополнительные, денежные компенсации, еще что-то. Давайте я проясню. У нас, конечно, дети войны, категория эта очень обширная. Она включает в себя, как Жанна сказала, 61 тысячу. Хотя с каждым годом этой категории становится все меньше, меньше и меньше. И это, конечно, очень печально, потому что мы понимаем, что уходят сегодня, ну, так вот складываются обстоятельства, что уходят ветераны Великой Отечественной войны. Уходят, конечно, и поколения, которые мы называем дети войны. Но из этой категории, конечно, есть и ветераны труда, есть инвалиды, которые и в свое время тоже пользовались определенными льготами, которые предоставляло государство, но согласно другого, скажем, там, федерального закона. А у нас есть еще категория такая на сегодняшний день, которая дети войны, но они не попадают ни под ветеран труда, ни под инвалидов. Соответственно, вообще не имеют никакой социальной поддержки от нашего сегодня государства. И в первую очередь задача, конечно, стоит добиться этого закона, это одно. А с другой стороны, конечно, это общая задача для всех, чтобы вообще был признан такой статус, звание. Как вот у нас есть звание участника Великой Отечественной войны, есть блокадник, есть у нас узники. Почему не дать сегодня нашему государству такое понятие федерального значения, как дети войны? Причем, почему мы говорим о том, что нужно добиваться обязательно федерального? Не должно быть вот такого разнообразия, что один регион дает одни льготы, другой регион дает другие льготы, в зависимости от того, какая наполняемость у региона бюджета. А где-то дают льготы детям войны в других регионах? Ну, тоже она есть полная. Вологодская область, Иркутская, Тверская, Новосибирская, Санкт-Петербург, Псков. Это далеко не полный перечень. Ну, а Москва? Около 16 регионов России. Где приняты какие-то местные нормативные акты, которые предоставляют льготы детям войны. А кто же мешает, чтобы во всероссийском масштабе приняли подобный закон? Или что, обстоятельства какие-то? Есть обращение у нас подобного рода к депутатам Государственной Думы. И мы получили однозначно ответ о том, что они не могут принять этот закон, поскольку отказ получили в связи с тем, что дети войны не могут быть поставлены по статусу выше, чем труженики тыла, которые получают поддержку из бюджетов субъектов Российской Федерации. Ну, здесь это двояко. Это можно так рассматривать, что когда, во-первых, надо сказать, что инициаторами вообще внесения изменения в закон о пенсионном обеспечении, еще в 2006 году я лично вносила, став первый раз депутатом областной думы, до этого Валерий Федорович Гайдым также обращался. И надо сказать, что на уровне нашей, в Новгородской области, когда областная дума единогласно поддерживает, что нужно вносить изменения в федеральный закон, в тот или другой, где можно было бы прописать эту категорию. Одна из вещей была, да, к труженикам тыла, а потом как-то отправляли, приравнять к участникам Великой Отечественной войны. Конечно, в общем, Госдума отвечала всегда вот таким отказом. Наверное, удобно ссылаться то на кризис, то еще на какие-то проблемы, но вещь остается. И давайте, если вот так сказать честно, то состояние здоровья государства, оно определяется отношением к детям, к женщинам и к старшему поколению, как мы говорим, к нашим старикам. И вот все сегодня заявления руководства страны, тех же даже единороссов о том, когда вот идут у нас и предвыборные ролики, о том, как они озабочены благосостоянием сегодня, опять же, этих же категорий, о чем мы говорим, в том числе, очень часто во время выборной кампании обращаются именно к пожилым людям, прийти их поддержать. И, наверное, вот это такой некий цинизм, когда заканчиваются все предвыборные обещания, все гонки. Всем спасибо, всем свободно. И начинается у нас вот как раз тот момент, как мы говорим, когда уже все-все забыто, потому что кресла уже получены, спокойно уже заседаем в парламенте и все замечательно. Вот возьмем, к примеру, нашу Новгородскую область. Во время 2016 года, когда были выборы, у депутата от «Единой России» Коровникова стояла в программе поддержка закона о детях войны. Но она не случилась. И даже мы знаем, что он специально, когда рассматривался в Госдуме этот законопроект, брали протокол, смотрели, как депутаты к этому отнесутся, потому что уже настолько постоянно мы об этом говорим, уже столько там законопроекта. Не поддержал. 1 мая мы на нашем митинге единогласно, участники митинга выразили недоверие депутату от «Единой России», представляющего интересы Новгородской области в Госдуме, в связи как раз с тем, что мы считаем это предательство интересов старшего поколения. До этого, в прошлом созыве, у нас работал как депутат Государственной Думы Сергей Юрьевич Фабричный. Вот здесь, на месте председателя областной думы, проработав, он поддерживал, а когда пересел в Государственную Думу, то кнопку нажать не смог «За». Хотя все об этом говорят. И я хотела бы сказать, что, вы знаете, когда было 70 лет Победы, такой для нас великий праздник, когда как раз были такие серьезные ожидания, и практически все вот этой надеждой жили, ведь говорили-то об этом постоянно, о детях войны, да, и о том, что наверняка закон будет принят, такой вот юбилей, так страна готовится. Сколько было речей о патриотизме, но этого не произошло. Оля, скажите, вы, ну, не хочется говорить «потерпели неудачу». Вы намерены и дальше продолжаете отстаивать на высоком федеральном уровне законодательные права детей войны? Может быть, что-то подкорректировать в обосновании законопроекта? Знаете, уже столько было вариантов, сколько вот всевозможных вариантов, которые предлагалось. И вы же помните, когда вся страна обсуждала, 11 законопроектов было внесено. В том числе, скажем, даже большая часть была внесена от членов «Единой России» и того же Исаева. И что вы думаете? Даже их свои собственные законопроекты все были провалены. Ни один законопроект не набрал большинство голосов, необходимых для того, чтобы федеральный закон состоялся. А я вам еще раз говорю, причина, потому что не было, видимо, отмашки. Поэтому я хочу обратиться к нашим дорогим новгородцам, когда идет избирательная кампания, когда мы выбираем депутатов такого уровня, то все-таки надо не обещалкам верить. И, наверное, не тому прессингу административному, особенно в районах, когда вам чуть ли не указывают, за кого голосовать, а смотрите на поступки депутатов и смотрите на их голосование и делайте объективную оценку. И вам с этим жить. Скажите, Жена, а кто помогает новгородскому отделению детей войны? На сегодняшний день, кроме активистов, волонтеров, наших коммунистов, так скажем, мало кто. Спасибо, конечно, еще хочу сказать домам культуры и клубам. То есть они активную позицию, но не по отношению к детям войны, а с точки зрения социальной. То есть они приглашают на бесплатные концерты, они организуют праздничные встречи. Но, конечно, большую часть нам, большую часть помощи оказывает партия. И в плане законодательном, и в плане, я не знаю, моральной поддержки. Потому что на сегодняшний день детям войны очень тяжело. Жанна, вы вот так вот не сникайте, пожалуйста, потому что у вас ведь глаза-то на самом деле горят, а вы считаете, как-то вот так скромно себя ведете, хотя на самом деле делаете большое дело. Потому что то, что мы увидели в сюжете нормального человека, эти рассказы не могут оставить равнодушными. Вы, вот эфир соседей, нас смотрит много разных людей. Вот обращайтесь за помощью, не надо стесняться. Вот кто сейчас видит... Я хочу обратиться. Вот обращайтесь. Вот камера ваша смелее, правда. На сегодняшний день, поскольку сама являюсь человеком из труда, хотела бы обратиться к людям труда. Это те люди, которые на сегодняшний день еще имеют рабочие места, еще те, которые в состоянии управлять своим будущим. Вот я хотелось бы к ним обратиться с просьбой, чтобы они пришли в нашу организацию, поскольку у организации есть свой расчетный счет. Мы нуждаемся в поддержке и финансовой, и какой-то физической, потому что дети войны, они на сегодняшний день обделены во всем. Если вы хотите оказать финансовую поддержку, значит, пожалуйста, дадим реквизиты. Предлагаю, например, фирмам, которые на сегодняшний день вполне могут оказать скидки, выпустить сертификаты. Мы с удовольствием будем своим детям войны раздавать подобного рода подарки. Элементарно. Октябрьская, дом 10, каждую пятницу с 10 до 13 могу назвать телефон 797-091. Есть еще один телефон 60-30-24. Все записали. 60-30-24. Зрители могут увидеть номера телефонов на экране. А скажите, вот сейчас мы в преддверии Дня Победы с вами встречаемся. Что вы запланировали для детей войны? Я, наверное, тоже отвечу на этот вопрос, потому что понятно, что организация с нами сотрудничает совместно. Учредителем как раз является партия КПРФ. Руководит всероссийской депутат Государственной думы от нашей фракции Арифев Николай Васильевич. И у нас буквально завтра будет чаепитие для активистов, которые, скажем, больше тратят своего личного времени для того, чтобы и поздравить юбиляров, и провести какие-то мероприятия. И участвуют с нами в том числе, и участвуют в наших акциях. У нас будут дети войны также принимать участие в общегородских мероприятиях. Это концерт, который в ДК «Город» назначен сегодня в Комитете культуры. Жанна была и получила билеты. Я хочу сказать, что за это время внимания становится все больше, потому что постоянно говорим о детях войны. И начинают как-то уже и наши власти проявлять внимание. У нас с нами также будут принимать участие 9 мая в шествии «Бессмертный полк». Мы здесь совместно с ними собираемся, закупаем и цветы, и венки, и, соответственно, у нас общий такой сбор. И еще 8 числа мы примем участие также в общегородском митинге, который состоится у стелла с 11 до 12. Поэтому это тот самый, наверное, праздник, когда мы не разделяем, где колонны идут наши, а где пойдут колонны, скажем, с голубыми знаменами. Поэтому этот праздник таков, что мы должны все вместе его пройти, чтить и помнить. Соседи, напомню, что сегодня у нас в гостях депутат областной думы фракции КПРФ Ольга Ефимова и председатель новгородского отделения общероссийской общественной организации «Дети войны» Жанна Шитова. Не переключайтесь, мы вернемся в студию после рекламы. Иваново едет к вам. Выставка продажи ивановского текстиля в Великом Новгороде. Носки 20 рублей, подушка бамбук 290 рублей, комплект постельного белья 490 рублей. Цены снижены. ДКМ, город. Улица Псковская, 1, со 2 по 7 мая. По гонку, палки из осины, ольхи, лестницы, окна, двери и лавки. Изготовит по вашим размерам столярный цех в Лешино. Телефоны 55 80 30 и 920 113. Прием заказов на Кочетово 8, корпус 1 и на Центральном рынке. Прусская, 15. Интернет от Новлайн – это стабильная скорость от 6 до 150 мегабит. Уточняйте подробности в офисе компании «Новлайн» по адресу Воскресенский бульвар, дом 4 или по телефону 502 500 «Новлайн». Выгодно и удобно. Один из крупнейших художников современности, выдающийся мыслитель, знаток мировой культуры, хранитель реалистических традиций русской школы живописи. С 14 апреля в Великом Новгороде, Россия Ильи Глазунова. Группа компании «Адепт» поздравляет ветеранов с Днем Великой Победы. Спасибо за ваше мужество и стойкость, терпение и веру. Благодаря вашему подвигу мы гордимся прошлым, строим настоящее, верим в будущее. С уважением, «Адепт». До конца программы осталось буквально несколько минут. Наверное, накануне этого замечательного, великого для всей страны праздника, какие-то слова у вас есть к нашим телезрителям? Жанна, вы начнете. Если позволите, вот буквально накануне Дня Победы, Великого Дня Победы, пришло письмо от депутата Государственной Думы. Он также является председателем общероссийской общественной организации Арефьева Николая Васильевича. И позвольте, я все-таки зачитаю, потому что слова проникновенные. Мы склоняем головы в память о тех, кто погиб, защищая нашу великую Родину. Наша память носит в сердце безмерное горе похоронок, голодное детство, ранние трудовые мозоли, безвременную седину. Но мы горды за своих детей войны. Мы выстояли, победили, преодолели разруху, восстановили города и села, освоили целину и Сибирь, покорили космос и атом. Мы создали государство, равного которому не было во всем мире. Ольга, ваши слова поздравления всем соседям. Я, конечно, хочу обратиться ко всем новгородцам, к участникам Великой Отечественной войны, к труженикам тыла, к детям войны, к нашим блокадникам. Ко всем, ко всем. Потому что память действительно священна о тех событиях, которые произошли в стране. Мы, конечно, чтим, помним и гордимся нашими войнами. Это великий был подвиг советского народа. И, конечно, в такой день хочется пожелать, чтобы у всех было мирное небо над головой, чтобы сегодня не было вот этих войн, которые происходят, чтобы не гибли дети и старики. И здоровье, конечно, в первую очередь, благополучие всеми, чтобы вас уважали, ценили, чтобы было тепло и уютно в ваших домах. С праздником. Спасибо вам. Программа подошла к концу наша. Еще раз поздравляем всех с праздником и желаем всего самого хорошего. С наступающим праздником. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok